друзья я приветствую вас на канале технологии охоты меня зовут дмитрий морозов сегодня у нас разговор пойдет интересный на тему соблюдения определенных традиций или как бы заложенных которые пытаются нам вложить в умы там ребята которые больше не охотятся а вот так вот пишут комментарии под видео различными и пытаются нам втюхать какие-то правила поведения которые с какой стороны вот с моей стороны выглядят странными в частности это давайте поговорим о сборе патронов на охоте насколько это важно насколько это значительно и насколько мы боремся за экологию за природу постреляв когда собираем патроны вот по карманам пихаем тащим куда выбрасываем мусор и так далее давайте вот на эту тему и поговорим вообще давайте начнем с того что у нас принятое как бы со школы еще нам рассказывают втюхивают о том что вот даже простой кулечек вот этот полиэтиленовый который он у него срок разложения в почве в земле порядка ста лет даже вот тоненький вот этот я хочу вас спросить кто-нибудь видел полиэтиленовый пакет у себя там где-нибудь я не знаю на даче который выбросила его еще бабушка выбросил не он попал там землю и вот бабушка там 40 лет назад например когда они только вот стали появляться более-менее вот она случайно попал вот этот пакет в землю и он до сих пор вот лежит как новенький там и ничего ему не делается до олимпиада 80 написано на этом пакете просто можно достать отряхнуть и он как новый будет кто-нибудь вообще видел такое я знаю что будь я у меня есть загородный дом я знаю что если какие-то вещи попадают туда какую-то мусор да вот случайно перемолотился или еще чем-нибудь ну прошлогодние я могу найти пакет который в прошлом году там каким-то макаром ветром в угол куда-нибудь занесло да он забился в траве зимой прикрыло его снегом и то через год он уже весь гнилой он уже весь расползается разваливается он как бы уже никакой ну десяти летней пяти летней давности пакеты я не видел и не только кульки а именно и такие пакеты вот которые да если вы если будет навалена куча вот строительного мусора в лесу эта куча будет лежать достаточно долго но через пять лет если вы приедете даже эта куча уже будет зарастать землей зарастать травой перегноем и сверху покрываться вот все земля поглощает это все матушка природа все это съедает вот вам еще один интересный пример вот только приезжает на охоту кто те определенные места есть где охотники часто тусят там какие-то засидки сделаны или еще что-то скротки какие-то и некоторые приезжают смотрят о с прошлого года патроны лежат да они уже ржавые они уже помяты они уже выцвели и так далее но никто не найдет эти патроны не увидит которые там 10 лет назад стреляли их их просто нету куда они деваются они уходят в почву они разлагаются ребята и ничего от них не остается конечно если вы вываливаете как это делают англичане америкосы там всякая вот эта тварь вываливают в океан контейнеры огромные мусора это не старый мусор это свежий мусор он плавает там в океане рыбы пытаются есть его все они гибнут это ясное дело но никто ваш патрон не собирается в озере съедать его там рыбы такой нету которая будет жрать ваши гильзы но это давайте немножко потом попозже значит еще один пример могу привести интересно вот у меня загородный дом и для того чтобы я допустим привожу там елочку и когда саж сажу ее у себя на даче то мне приходится какое-то время ухаживать за ней чаще поливать чаще там удобрять что-то еще что-то чтобы она прижилась и выросла но интересно что вот у меня в городе я вот могу такую же елочку взять ткнуть ее возле дома раскопав там половину строительного мусора там пачек сигарет там и остатки какие-то еще чего-нибудь да но как правило вот вы вы пойдете во дворе попробуйте покопать землю много вы там найдете полиэтилена и какие-то остатков сигаретных к кучу вы не найдете ничего на глубине пяти сантиметров нет остатков каких-либо практически нету какие-то веществ химических все это перерабатывается и вот туда садишь смотришь до дерева его ухаживать не надо его не нужно поливать его не нужно ничего она растет да что такое странно получается в городе там где казалось бы плохая экология казалось бы плохая почва во дворе строительный мусор камень цемент там какие-то клеи там или еще что-то там автомобили постоянно там дерево на грязный куст он растет продолжает расти вот это странная вещь с какой-то стороны до с другой стороны логически если посудить то довольно довольно закономерная вот эта история вся весь смысл этого заключается в том что пластик ребята это тоже определенное вещество которое находится в природе давайте посмотрим в основном из чего состоит пластик это углерод водород кислород вот эти три составляющих основные интересно что на пластик очень здорово воздействует солнечные лучи солнце очень сильно и легко разрешит разрушает пластик если вы оставлять вот я меня во дворе допустим игрушки какие-то детские бывают просто все лето где-то в песочнице в конце лета этим игрушки уже обесветились становится хрупкий пластик весь он начинает крошиться он через год нахождения на солнце этот пластик уже не годится для игры дети не хотят уже играть этими игрушками потому что они никакие вот этот пластик уже разрушается если его оставить на пять лет то через пять лет это там машинка пластмассовая она будет просто ее можно взять вот так вот и раскрошить и от нее не практически ничего не будет потому что солнце все пробивает кстати этот пластик пропускает через себя кислород и прочие вещи поэтому никаких проблем в этом нету и в принципе это даже если вот эту машинку закопать в землю сверху можно посадить куст розы он будет расти прекрасно вообще ему ему будет пофиг этому кусту розы вот в чем прикол поэтому вот эта история вот потом о том который пишут там а вот ты пострелял и ты не собрал пластик ты не собрал пластик ты не собрал гильзы еще чинов quais ребята это болото когда этот эта гильза утонет в воде она пойдет на дно и она будет постепенно погружаться 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 в выл все глубже 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 никакого вреда она не принесет более того Со временем оно будет разлагаться и выделять из себя вот этот водород, углерод и так далее, который будет идти на жизнедеятельность различных микроорганизмов и всего. И вреда этого не будет. Конечно, если рассматривать вот эти огромные загородные городские свалки, там на самой свалке сложно чему-либо произрастать. Вы сверху, вот оно мусором завалено, вы сверху не сможете посадить дерево, чтобы оно росло и так далее. Но рядом с этой свалкой, рядом с площадкой спокойно произрастают и деревья, и трава и так далее. Другой вопрос, что там трактора ездят какие-то, там это уминают, что-то возят, грузовики. Там, да, там, конечно, ничего не будет расти. Но там, где дороги нету, то там можете просто взять в своем городе, поехать на свалку и посмотреть, что делается вокруг. Вокруг будут расти деревья, вокруг будет расти трава и так далее, никаких проблем нет. Более того, на этих свалках еще и тусуются и вороны, и сороки, там, голуби, собаки, лисы, там, кого только нет на этих свалках, все они живы и здоровы. Все они пользуются вот этими благами, которые дает там мусор и все это. Никаких проблем нету. Так какой, в принципе, экологический урон вы наносите тем, что после себя оставили там пачку патронов, 25 патронов, которые утонут и ничего не останется. Кто приходит на охотничье место какое-то, видит там свои или чужие патроны через год, много ли вы их находите? Нет, конечно, нет. Практически все они уже находятся в земле и практически все они покрыты травой. Если только это место не вытоптано охотникам и постоянно, если там не находятся, да, каблуками вытаптывают эту землю. В другом случае все это покрыто травой и этих патронов нет. Говоря о том, что сто лет там, пластик там разлагается сто лет, пойдите на озеро, найдите гильзы, которые там 30-40 летней давности. Вот у меня отец в 80-х стрелял, у него и пластиковые гильзы до сих пор есть. Найдите-то, попробуйте найти там эти гильзы. Вы ничего этого не найдете. Это не значит, что их сожрал карась, отравился и сдох где-нибудь мучительно. Нет, совершенно нет. Просто это все давно в земле, давно переработано и трава, деревья, все это уже давно съели, ребята. Природа съедает подобные вещи, потому что не нужно забывать о том, что пластик состоит, в принципе, из природного материала и даже нефть, по сути, как бы считается учеными нашими, считается, что это материал, который создается в результате жизнедеятельности определенных там организмов или как, я не знаю, они нам голову морочат. Но, по крайней мере, рассказывают вот так. Поэтому, если вы охотитесь, да, пожалуйста, я считаю, что эти гильзы можно спокойно оставлять. Тем более, кто стреляет полуавтоматом, бегать потом по болоту, собирать эти гильзы, это будет смешно. Другое дело, если вы занимаетесь на стенде, да, на стенд-клуб, там эти патроны гора. Конечно, эти патроны, если вы просто будете оставлять, вам просто через месяц вам невозможно будет ходить по территории этого клуба, потому что все будет завалено вот этими гильзами, пластиками, и тогда уже никакой стрельбы не получится. Конечно, это нужно убирать в таком масштабе, это нужно убирать. Но давайте рассудим, в принципе, а что с этими гильзами делать. Конечно, если вы эстетически, вам неприятно, что остался мусор, как бы вот эти гильзы, да, это просто неприятно. Через неделю вы хотите приехать туда, и там должно быть как бы чисто по вашим понятиям, так в этом случае что нужно сделать с этими гильзами? Собрать их и закопать. Не надо их везти домой, не надо их везти в город, не надо их там выбрасывать в мусорный контейнер. Почему? Вы, у нас страна как бы не очень таких опрятных предпринимателей, поэтому, ребята, ну, многие знают, да, что вот эти городские помойки поджигают, там жгут часто мусор. Иногда периодически это бывает, вот на городских помойках зажгорается, все это горит, удачно потом все это уменьшается, и снова можно собирать мусор, как бы вроде как и нормально, снова свободное пространство. Так вот, возьмите эту гильзу, вот, которая у вас, любую, да, пластиковую гильзу, зажгите ее, и посмотрите, сколько от нее будет копоти, сколько будет от нее вони, грязи, и всего дыма, и всего вот этого отвратительного всего. И вот эти все гильзы, вы, когда вы привезете, вы выбросите в мусор, и в конце концов, они попадут в огонь, вот, вот на этой самой городской свалке, и они будут гореть, и все, вот это вот, реально он же будет поступать в воздух, который и мы дышим, и животные дышат, и все, и который хотелось бы нам, чтобы все-таки он был чище, чтобы не болеть раком легких и прочими вещами. Вот попробуйте, а попробуйте поджечь 25 гильз, которые вот у вас сохранятся, бросить их в костер и посмотреть, вот, как это будет все чидить. И вот эти вот псевдо, вот, борцы за чистоту предлагают нам свозить все это на свалку, где все это будет сжечь, и всем этим мы будем дышать. По-моему, это вот, знаете, вот, там какие-то мне пишут, там, эти друзья некоторые пишут, что вроде как я какую-то чушь несу. Так вот, не буду я, как бы, выражаться более резко про этих, извините, клоунов. Но, скажем так, ну, ребята, вы попробуйте дома сжечь десяток этих гильз и посмотреть, что у вас будет дома в квартире после того, как они прогорят. И попробуйте другой вариант. Положите эти гильзы в тумбочку и пусть они хранятся. Насколько сильно вы будете отравлены этими гильзами, если они будут храниться у вас в тумбочке? По-моему, вообще никаких, да, вообще никаких результатов. Насколько сильно вы будете отравлены тогда, когда все эти гильзы будут щадить, вонять, гореть, и вы будете радостно дышать? Якобы, вот, смотрите, мы боремся за экологию и будем офигенно их утилизировать, чтобы мышка там или ежик не отравился. Вот, мне кажется, это полный идиотизм отправлять в топку подобные вещи. Подобные вещи должны закапываться, со временем они перерабатываются, матушка природа не оставит это просто так. Все это разлагается, превращается в минералы, превращается в водород, кислород, углерод. И все это попадает в почву, потом съедается травой, различными растениями, деревьями и так далее. И все это идет в переработку, вот этот вот всемирный, как вот этот вот замкнутый цикл превращается вот обратно туда в те вещества, которые были взяты в природе, а не просто взять и сжечь. А особо ретивым экологам, которые вот так вот сильно переживают за это дело, да, которым не нравятся мои слова, я хочу предложить обратить внимание на себя. Вот Вася там какой-нибудь там, который пишет мне о том, что я там не собираю патроны или о том, что я что-то не понимаю, там еще что-нибудь. Вот пусть этот Вася представит, какую кучу дерьма за свою жизнь он, извините, изготавливает. Вот эта куча дерьма будет гораздо больше, чем двухэтажный дом вообще в принципе, гораздо больше, там наверное трех-четырехэтажный дом. Вот такую кучу дерьма этот Вася вот выколачивает из себя. Кроме того, он еще подобными комментариями тоже засоряет информационное поле примерно такой же кучей. Вот и в таком случае, если этот человек так уж он сильно беспокоится об экологии, я бы ему посоветовал как бы разобраться с собой в первую очередь, как главным загрязнителем и экологического пространства нашей планеты, так сказать, и цифрового пространства тоже нашей цивилизации человеческой. Да, чтобы он больше прекратил вот загрязнять нашу атмосферу. Вот поэтому я считаю, что все-таки, ребята, не надо утрировать и доводить это все до каких-то ненормальных состояний. Если вам не нравится, что вот гильзы остались на месте, да, вот на этом, что вы хотите вернуться, чтобы это чисто было, возьмите эти гильзы, прикопайте. Даже на том же месте. Вы просто можете каблуком даже выкопал ямку, сложил там куда-то гильзы там сапогом, да, закопал это все. Будет чисто, это на следующий год там будет расти трава и никаких проблем не будет. А вот сжечь эти все вещи, перерабатывать, вот это гораздо хуже. Конечно, я не предлагаю вываливать мусор там контейнерами, машинами там в реки или еще куда-то. Не надо утрировать, нужно понимать, я говорю о маленьких каких-то вот кусочках, да. Подобные вещи должны храниться, складироваться. Пластик должен перерабатываться, но, ребята, мы живем не в той стране, где перерабатывается. Кроме того, нету, в принципе, такой страны, где 100% перерабатывается пластик. Ни Европы не перерабатывают, ни Соединенные Штаты, они все вываливают мусор в океан. Единственная страна, которая более-менее нормально обращается со своим мусором, это, кстати, Российская Федерация. По крайней мере, мы не гадим вокруг себя. Ну, вот и все. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok